С личным вопросом напрямую к голове. Сегодня Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан. С какими проблемами обращаются к руководителю региона и как скоро их удается решить, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Личные встречи для граждан это шанс решить оперативно наболевшие вопросы. Глава региона проводит приемы, чтобы получить обратную связь от тех, кто проживает в муниципалитетах. Екатерина Степанова приехала из села Янтиково. В больнице райцентра не хватает современного аппарата УЗИ. Местным жителям приходится обследоваться в столице республики. Мы уже с 2011 года стоим на учете у детского педиатра и кардиолога. И нам раз в год, ой не раз в год, даже два года как минимум приходится делать УЗИ сердца. У нас аппаратура есть в Янтиково, но она очень старая и то есть не может диагностировать точность. Я общался сегодня тоже с министрами. Они средства выделяют для ультразвукового аппарата с кардиальным датчиком для нужд Янтиковской больницы. Вот правильное название его соответствует. Там после этого сейчас торги должны пройти. К Новому году даже при объявлении второй процедуры конкурса оборудование будет поставлено. Людмила Михайлова обратилась к главе региона с коллективной просьбой. Спортивный зал школы села Сосновка Маргаушского района нуждается в ремонте. По телевизору часто видим, что по новым санитарным требованиям в сельских школах должны быть теплые санитарные условия. Нельзя ли в нашу школу включить в российскую программу по созданию таких условий? В перспективе все условия будут созданы для детей, прежде всего, и для учителей. И здесь никаких сомнений ни у кого не должна быть. На приеме у главы решился и вопрос Светланы Ивановой. Она проживает в селе Шакулово Канажского района. Каждый год во время половодья здесь подмывают берега реки Ута. Грунт необходимо укреплять, и это признали специалисты. Глава региона отметил, что проблема селян будет решена. Люди есть люди. Людей мы никогда не оставляли и не оставляем. Но в то же время, соответственно, будем максимально делать все для того, чтобы обезопасить жителей этой деревни. Дома, перегруппление будет проходить с пользой новых технологий. Это геосерфия. Щебенеть надо будет, бутылки, камни надо будет завозить. Многодетная мама Татьяна Афанасьева на прием к главе приехала с младшим сыном и дочкой. Сейчас семья стоит в очереди на жилье. Вопрос о строительстве дома решен, из бюджета была выделена более полутора миллионов. Михаил Игнатьев отметил, что новоселье они сыграют уже в этом году. По крайней мере, они каркас должны сделать, тепло должны поддать, все нужно практически сделать для вас, для того, чтобы вы могли перейти. То есть деньги, они предназначены для вас. В связи с тем, что у нас законодательная норма работает, мы проводим конкурс, чтобы дешеветь стоимость, качество, чтобы было. Кабинет номер один. Зачастую именно общественная приемная президента страны, которая располагается за этими дверями, становится последней инстанцией в решении проблем. Сюда обращаются те, кто не дождался помощи от муниципальных властей. Как решаются вопросы граждан, пришедших на личную встречу, глава региона держит на постоянном контроле. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.